Колесо обозрения, сердце аттракционов, с него весь город как на ладони. Полюбоваться этой красотой сейчас нельзя из-за пандемии. Разрешили нашей съемочной группе в порядке исключения. Набираем долгов, но и пытаемся сохранить то, что есть у нас. Поддержать в работоспособном, в санитарном порядке это все, чтобы это как-то не развалилось все. Американские горки, ракушки, ладья, хип-хоп, больше 50 аттракционов сегодня простой. Из-за пандемии коронавируса городские парки не могут получить зеленый свет и открыть ворота. Целые семьи ждут парковых прогулок, а руководство подсчитывает ущерб за солнечный май. Только на содержание парка очень много уходит охрана, то есть электроэнергия, те же самые коммунальные платежи, это тоже отопление, так как у нас есть административные здания. Ущерба только на несколько миллионов. А еще 30 сотрудников, которым нужно платить зарплату, Орликина полностью на самоокупаемости. Руководство выходило на администрацию, но там пока отмалчиваются и не называют дату открытия. В подвешенном состоянии, естественно, и другие парки города. У нашего арендатора были планы по капитальной модернизации, реставрации аттракциона «Автодром». Он хотел ему вернуть его первоначальный облик, каким его знали наши родители, наши бабушки, дедушки в советское время. То есть должна была появиться крыша, машинки с проводным управлением. Пока работы приостановлены у арендатора аттракционов, сейчас нет на это денег. За май парк «Центральный» не заработал ни копейки, зато ущерб на сотни тысяч рублей. Поэтому вместо глобальной реконструкции плановый ремонт. Аттракцион «Мини вальс ракушки», рядом с которым мы находимся, мы видим, что произошел редизайн. Те, кто помнят и любят этот аттракцион, заметят, что изменился образ. На сцене тишина, аттракционы неподвижны. Но, вопреки всему, «Центральный», пожалуй, в самом выигрышном положении в сравнении с другими парками. Мы муниципальный парк и частично текущие те платежи и те обязательства, которые мы имеем, оплачиваются из бюджета города. И зарплата сотрудникам, и коммунальные платежи, и охрана та же парка. А вот парк «Солнечный ветер» полностью на самоокупаемости. Коммунальные платежи, аренда зарплаты работникам на плечах руководства. Штатные работники, которые у нас работают круглый год, они обоплачивают, они работают. Ну, кто-то там в отпуск пошел, но они как бы все сохранены. А вот, которые на сезон берут, мы их просто не оплачиваем, мы их просто не взяли на работу. Недополученная выручка «Солнечного» – 3 миллиона рублей. Поэтому в парке с нетерпением ждут, что 1 июня они смогут работать с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. В парке уже соблюдены все эпидтребования. Расстояние между посетителями сохраняется на около двух метров. Ну, а добавится то, что каждый аттракцион после посещения будут обрабатывать дезинфицирующим средством. Сейчас барнаульцам гулять в городе практически негде, разве что в опасном и заброшенном юбилейном. Гулять, отмахиваться от насекомых и ждать, когда откроются красивые и благоустроенные парки, чтобы покататься на аттракционах, посидеть на лавочке и съесть сахарную вату. У нас есть в парке такая пословица, да, дождь не может идти вечно. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.